Спонсоры, поддержавшие канал, попадают в следующий ролик. А перед началом выпуска хотелось бы упомянуть в моем телеграм-канале Алиэкспресс Хакер. Девайсы для язычного хакинга и противодействия слежки, а также еще множество интересных гаджетов ждут тебя. Заходи, не пожалеешь. Всем привет, мои маленькие любители анонимности. В своих прошлых видео я уже рассказывал вам об операционной системе HUNIX, что позволяет заворачивать весь ваш трафик в анонимную сеть TOR. Более того, на базе этой системы я показывал, как воспроизвести схему анонимности VPN TOR VPN. Также многие наверняка слышали об операционной системе Kali Linux, направление которой — этичный хакинг и тесты на проникновение. И сегодня мы объединим две данные области — анонимность плюс хакинг. Возможная информация в данном видео для кого-то не покажется сверхновым, однако подобные видео на русском ютубе я, по крайней мере, не нашел. Итак, первое, что стоит заметить — со временем моего видео про HUNIX прошло достаточно много времени, разработчики не стояли на месте и выпустили новые версии данной операционной системы. Первая из которых — в графическом окружении XVCE, а вторая распространяется без графического окружения. Для тех, кто не знает, напомню, что данная операционная система распространяется в виде образов для виртуальной машины, для экономии оперативной памяти, а также мощности процессора на вашем железе, в качестве операционной системы HUNIX GETWAY я рекомендую использовать версию без графического окружения. Напомню, что HUNIX GETWAY просто является шлюзом в сеть TOR, а следовательно, для построения всей схемы нам будет достаточно обычной консоли. HUNIX WORKSTATION же можно скачать уже в окружении XVCE. Для установки вам потребуется просто импортировать данные виртуальной машины в ваш гипервизор, в моем случае это VIRTUALBOX, и запустить сначала GETWAY, а затем WORKSTATION. Напомню, дефолтные логины там admin либо user, в зависимости от привилегий, а дефолтный пароль change.me. И как вы можете наблюдать, все прекрасно работает и запускается. И на этом этапе начинается все самое интересное. Что если нам взять и заменить виртуальную машину HUNIX WORKSTATION на виртуальную машину под управлением Kali Linux. В таком случае трафик от Kali Linux будет попадать прямо в GETWAY, а через него в TOR. Для проделывания данных манипуляций скачайте образ Kali Linux официального сайта. После просто установите его на виртуальную машину. В настройках виртуальной машины выбираем сеть. Затем в параметрах адаптера указываем внутренняя сеть HUNIX. Затем запускаем HUNIX GETWAY. Вводим логин и пароль, ждем по которым сделает свои дела. После запускаем виртуальную машину в Skali Linux. В настройках вы заметите отсутствие сетевых подключений. Дабы нам это исправить переходим в настройки сети. После выбираем вкладку IPv4. Вставим флажок Manual. В поле адрес вам необходимо указать локальный IP адрес виртуальной машины HUNIX GETWAY. В моем случае это 10.152.152.3. В поле Mask указываем 255.255.192.0. В поле GETWAY 10.152.152.10. Для DNS запросов указываем IP адрес 10.152.152.10. После жмем кнопку применить. Сразу видим подключение к сети. И теперь весь наш трафик от операционной системы Kali Linux будет проходить через систему HUNIX GETWAY и заворачиваться в ТОР, что поможет вам в сокрытии вашего IP адреса и предостережет от деанонимизации по DNS запросам. Подтверждение всего этого вы можете видеть у себя на экране. Также стоит напомнить, что на хост машине вы также можете поднять VPN тоннель. В моем случае это делается командой OpenVPN, совмещенной с адресом конфигурационного файла. Также и на Kali Linux вы можете тем же способом поднять VPN тоннель. Таким образом получите связку VPN плюс ТОР плюс VPN и наслаждаться анонимным этичным хакингом и тестами на проникновение. От вашего провайдера будет скрыт факт использования вами сети ТОР, что препятствует тайминг атаке. А также крайний VPN тоннель препятствует перехвату трафика внутри сети ТОР, если выходная нода была скомпрометирована. Однако хотелось бы сказать, что я ни в коем мере не хотел бы, чтобы данные методы использовались во вред. Вся информация на канале преследует исключительно ознакомительные цели. Ну а на сегодня все. Спасибо, что досмотрел до конца.